В эфире программа «Пусть говорят». Сегодня мы говорим о том, что становится последним ударом. Пятикратная чемпионка России и победительница Кубка мира по велоспорту Юлия Арустамова. Успешная, перспективная и целеустремленная. Несколько дней назад она повесилась в съемной квартире на Осенней улице. Почему она решила свести счеты с жизнью? Что толкнуло ее на самоубийство? Например, депрессия, усталость, страх или, может быть, любовь? Сегодня мама Юли Татьяна Анатольевна Арустамова в нашей студии. Я понимаю, как вам тяжело, примите наши соболезнования. Каким Юля была человеком? Она была очень жизнерадостным, добрым, нежным, любящим человеком. У нее была цель в жизни стать олимпийской чемпионкой. Она очень любила жизнь. Она не могла покончить с собой. Я в этом уверена. Она очень любила нас, родителей. Она знала, что мы больны. Она даже мне дала возможность не работать. И поэтому вот эти вот две причины, эти первые две причины, которые... Ну, просто не могла Юля сделать этого. Ничего в последнее время не предвещало того, что так может все оборваться? Нет. Юля готовилась к чемпионату Европы, который должен состояться в Германии 11 июля. Для нее, это слова Юлины, это очень важное соревнование. То есть никакой депрессии, про которую мы здесь говорили в первой части программы, у Юли не было? Нет. Как вы тогда объясняете ее смерть, если это не самоубийство? Я объясняю, что это насильственная смерть. Идет следствие, но оно идет такими... Черепаха двигается быстрее, чем идет следствие. Расскажите о последних месяцах жизни. Кто-то, может быть, появился в ее жизни? Какой-то человек или кто-то, кто был рядом с ней. С кем она жила? Она жила с психологом Загайновым Рудольфом Максимовичем. Она пришла домой и сказала, мама, я полюбила человека. И я сказала, что я не против их отношений. Я, правда, спросила, сколько ему лет. Она мне сказала, что немного за 50. Я говорю, лишь бы ты была счастлива. Я все сделаю, лишь бы ты была счастлива. У нас в зале подруга Юлия, известная велосипедистка Алена Прудникова. Почему Юля, такой жизнерадостный, веселый человек, решила уйти из жизни? Я не считаю, что она решила уйти из жизни. Я просто уверена в этом. Я считаю, мне кажется, что психолог Рудольф Максимович, он страшно ее ревновал ко всему подряд, ко всем подряд. Следил за каждым ее шагом. Я была свидетелем неоднократных ссор по телефону. Один раз присутствовала лично, практически уводила ее от него. Он преследовал. Я отшучивалась, отшучивалась. Ну, шутки шутками. А у Юли было такое состояние, ее всю трясло. Она плакала. Чтобы она плакала, это не знаю, что должно было случиться. Я очень редко видела ее в таком виде. После таких оскорблений при мне, какие он сообщения ей посылал, она мне показывала. Я говорю, ничего себе, Юль, как ты с ним можешь жить? Он говорит, Ален, ты еще всего не знаешь. О работе спортивного психолога Рудольфа Загайнова наслышаны многие спортсмены. Давайте послушаем, как они характеризуют его работу. Внимание на экран. Я проехала свой гид, первый старт на Олимпиаде, гид 500 метров, неудачно. И вот ко мне подводят этого Загайнова, и он начинает мне рассказывать про свои методы воздействия. Говорит, что вот я даже оставляю спортсменов к себе, у себя в комнате на ночь, они у меня остаются, я их там. Говорит, что я использую гипноз, я вожу гипноз, они у меня там засыпают и спят до утра, потом полны сил, энергии. И говорит, я могу тебе помочь саккумулировать все твои силы, и ты просто пронесешься на следующем старте. Вот когда он рассказал про методы и начал, уже пустил в ход руки, он мне начал показывать. Он взял своими большими пальцами, давил мне на глаза. Он говорит, закрой глаза. Ну, я закрыла, думаю, что. Он мне как надавит, у меня чуть-то искры не пошли из глаз. Я говорю, это ваш метод, да? Вы что, мне хотите, чтобы я слепой стала? Ну, он такой сразу, нет, нет, все будет нормально. Я говорю, нет, спасибо. Говорит, мне не нужны ваши услуги. Он говорит, я буду с тобой работать вот таким тоном. Какая Юля, даже судя по спортивным успехам, до встречи с Загайновым, она ехала намного быстрее и, я бы сказала, умнее. Она ехала в гонке, и она видела всю гонку. Она могла тактически все рассчитать. А когда она связалась с этим Загайновым, она начала уже, что ли, надеяться на него, поскольку один из его методов, что вот он стоит на расстоянии и как-то влияет, и она уже начинает думать, что вот на меня он влияет, все нормально. И она прекратила уже как бы сама головой думать. В студии профессора доктора педагогических наук, заведующий кафедрой психологии Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Альберт Вячеславович Родионов. Ну, можно я два слова сначала скажу, что вообще может делать спортивный психолог? Потому что есть психологи, которые просто изучают спортсмена, дают характеристику, тренеры говорят, вот он такой-то по характеру, такой-то по темпераменту, нужно вот здесь ослабить, давление здесь усилить. Другой психолог, который просто консультант, он просто подсказывает тренеру, как работать. Загайнов более остро работал. У него главный принцип настолько влиять на спортсмена, чтобы он шел с ним, так сказать, как за поводарем. Вот он сейчас мне рассказал так, что я вот люблю, чтобы спортсмен когда засыпал перед стартом, чтобы я сидел у него на кровати. Ну, извините, я вас перебью, но в данном случае он не только перед стартом сидел над кроватью Юли, да? Он жил со своей пациенткой. Совершенно верно. Да, и мог влиять на нее 24 часа в сутки. Так если психолог сидит на кровати у своего подопечного, а если подопечный противоположного пола, то, может быть, когда-нибудь грань будет пройдена. Жанна Александровна, извините, вот вы как человек, который юрист, вы тоже, у вас есть звездные клиенты, вы переходите эту грань? Предъявлено обвинение достаточно очень серьезное и очень жестокое в отношении этого человека. И, безусловно, следствие будет рассматривать и оценивать все версии, все доказательства. Свидетельские показания очень существенны и очень значимы в этом случае. Но для того, чтобы разобраться, чем занимался психолог, нужно понимать на самом деле цель, во благо или во вред он это использовал. Но насколько здесь можно доказать, профессионален он был или нет, тот метод воздействия он выбрал или нет. Это очень сложно, когда дело касается психиатрии. Павел, но вот для спортсмена это важно для тебя, чтобы у тебя был твой психолог, который бы тебя настраивал? Конечно, в спорте психолог, я считаю, на первом месте стоит. В спорте что? Тренировка на последнем месте. Первый психолог и правильно питаться. Давайте послушаем, что говорит сам Загайнов о своей работе. Внимание на экран, он был в этой студии, в программе «Пусть говорят». Я исхожу из следующего положения, что всем нам, живущим на земле, нужен еще один человек. Признаемся мы в себе в этом или нет. И мы мечтаем о встрече с этим человеком, который поможет, который успокоит. В спорте чаще всего спортивную нужно успокоить. Усилит, украсят. Я называю три великиху. Успокоит, усилит, украсят. Может быть, станет настоящим другом еще одним. И я стараюсь именно таким человеком оказаться. Я предлагаю не науку, а предлагаю себя. Мы все оперируем чем? Что вот мы любим спортсменов, мы любим своих детей. Ну как же так? Я же ее люблю. А тайна, секрет в том, что они должны нас любить. И когда мы завоевываем эту любовь и уважение, то в нас открывается такое качество, как магия. И одно наше появление достаточно, чтобы человек пришел в себя, успокоился. Забыл о прошлом, допустим. Сейчас в этой студии появится человек, которому Юля доверяла все свои...